здравствуйте дорогие друзья меня зовут анна гусева компания гуси портится друзья мы сегодня будем говорить на такой животрепещущую тему как посадка котлей мы получили на днях новую поставку от поставщика экваженеры пришло очень много котлей в наличии будут они с голой корневой приходят растения либо вот такая вот мочалочка корневой системы то есть сухая либо вот в таком варианте то есть более-менее там есть субстрат это кора и пенза вот друзья мы сегодня будем говорить как адаптировать эти растения чтобы они у вас успешно цвели таким богатым цветением вот кстати котлеем форме цирули и очень красивая ароматная красавица все на броне всех сразу разобрали поэтому наличие не будет друзья мои но многие не секрет что пугаются данной ситуации тем более что растение приходит в осень но бояться не стоит я вам дам несколько советов которые помогут вам благополучно вот эти растения адаптировать мы продаем уже посаженные растения уже проводим данные операции у нас перед тем как выставляем растения на продажу но все-таки чтобы вы были в курсе как мы проводим первичную подготовку растений к продаже итак друзья мои что нам потребуется я буду использовать свой витаминный коктейль вот у меня свеже разведенный что в него входит это супер прайв препарат препарат hb101 супертрайв также витамины группы b цианакобламин и передоксин они в ампулах вот такой вот ампулки берете каждого витамина по ампуле разводите в пол литра воды добавляйте пол чайной ложки супертрайва несколько капель hb101 этого будет достаточно для того чтобы стимулировать растение и чтобы растение у вас не испытал стресс наносите на корневую систему вот так вот все этого будет достаточно дальше мы выбираем горшок для посадки этого растения не берите горшок намного больше потому что растение все-таки будет тяжело адаптироваться сразу заполнив субстрат весь корнями поэтому берем небольшой горшочек насыпаем пенопласт у меня тут такие вот кусочки пенопласта для посадки я буду использовать кору средней фракции вот так вот его аккуратненько туда утрамбовываем по часовой стрелке закручиваю чтобы корневая система была моточком но не помялась задними бульбами прижимаю к краю горшка и заполняю субстратом у меня в данном случае это кора кора была галтованная крупная но я ее поломала на небольшие кусочки поэтому она получилась не совсем галтованная но кора достаточно качественная мы проводим посадки в эту кору и немножко перлита показала себя хорошо зарекомендовала эта кора вот здесь я сажаю котлею лабикези очень красивый клон скоро она будет выставлена в продажу после посадки теперь очень важный момент у нас растение вот так вот шатается чтобы растение не шаталась а если растение будет шататься то растение просто-напросто не укорениться у вас горшки и будет себя проблемно чувствовать я использую вот такие вот деревянные шпажки они продаются в обычных флористических магазинах но можно даже использовать шпажки для шашлыка я знаю продаются такие продуктовых магазинах тоже можете посмотреть и буду использовать садовую полочку такую тоже в садовых центрах она есть отрезаю небольшой кусочек сворачиваю пополам и теперь потом просто этого растения бульба за бульбой я буду его аккуратненько сейчас прикручивать вот так вот закручивать распутываю по темпу роста вот так вот чтоб растение никуда у нас не ходила не болтала сидела в горшке плотненько и скорее укоренилась потом несколько у нас останется до проволочки несколько сантиметров и мы загнем назад для того чтобы когда пошел новый рост вы смогли этот новый рост также подвязать ну вот я закручиваю еще раз в трамвовую вот у нас растение вы можете видеть никуда не шатается не двигается и еще раз я сверху прохожу вот так вот опрыскивая резом и ни в коем случае не и много почему я не вымачиваю не поливаю растения знаете очень много через мои руки проходила котлей сгулок корневой и все-таки главный момент при посадке не давать им сильно много воды влаги теплая это водичка будет холодный это будет с какими-то присадками типа янтарной кислоты и и пинов это все ерунда я вам скажу честно потому что кроме как витамины и иммуностимуляторы такие вот серьезные ничего россии не нужно буквально через неделю пойдут свежие корешки почки проснуться и вы увидите как успешно будут адаптироваться растения вот так вот проводясь посадку значит первый полив я буду делать где-то через дня 4 по краю горшка немножко опять же буду использовать препараты hb 101 и супер трайт в компонентах уже без витаминов но раз в неделю буду также прорискать коктейлем сильно не заливаем россии не должно стоять влажное только чуточку вот буквально такой вот чтобы была вот такая вот как бы как свою чуть влажная на поверхности но ни в коем случае не мокрая и будем так опрыскивать до той стадии пока не пойдут новые корни если все-таки какая-то ситуация выходит из-под контроля и идет бактериальная гниль например либо просто вы хотите ну как бы провести обработку на опережение сработать я использую препарат физан физан-20 фунгицид вирусит тоже имеет место быть можете при получении один раз провести обработку разведя препарат по инструкции данный случай не маленькая здесь упаковка есть большом размере они также приобрету у ольги васильева приобретая вернее регулярно поэтому друзья мои ничего не бойтесь котлей прекрасно адаптируется прекрасно наращивать хорошую корневую даже в осенний период сейчас главное не ставите на очень яркое освещение то есть чтобы она потихоньку выходила из состояния после коробки темного потихоньку давать рассеянный свет и главное не заливайте используйте витаминный коктейль пользуйтесь он очень хорошо помогает зарекомендовал себя на котле и друзья мои я надеюсь это видео станет для вас полезным приходите на наш сайт гусюфорхид.ру за покупками все всех целую обнимаю пока пока до новых встреч